Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересное занятие, потому что мы завершили первый спринт и приходим на рубеж второго спринта. Мы завершаем сегодня первый месяц наших занятий, и я думаю, что у вас уже очень много впечатлений касательно того, что нам удалось знать и что нам удалось сделать за эти первые три недели. Я хочу услышать вас. Какие ваши впечатления касательно первого спринта? Что вы узнали, что вы изучили и к чему мы будем стремиться дальше? Дима? Ну, в основном мы изучили понятие, как сфортировать бизнес-процессы, как научиться их быстро выявлять, допустим, самых элементарных функциональных деятельностей, как выявляете элементарные структуры и действия. У вас было много различных активностей, Игорь. Ваши активности к чему вас привели? Что вам удалось создать и чему научиться за это время? Ну, к чему? Научился, во-первых, вот, например, снимать видео, презентацию с голосом. Такого вот никогда не было. Ну, и вообще, как бы, научился там искать процессы в предприятии, как оно работает, как бы смотреть там клуб, шеи. Такого вот. Валентин, что вам удалось узнать? Да, ну, в принципе, я согласен с Димой и с Игорем, но было, как бы, ну да, почувствовали себя какими-то, какими-то мини-актерами. Ну, все равно как-то интересно, зарплаты вообще. Да, в принципе, все это описываю в ученом уроке. Опять-таки, мы научились видеть предприятия не как предприятия, которые там производят не как единое целое, а уже, то есть, ну, на любое предприятие, на которое мы будем смотреть и слушать фильмы. То есть, уже изначально будет, ну, подсознательно какое-то углубление, как, что, где. То есть, будет уже предприятие видеть, как и другая предприятия. То есть, как сойдет в какое-то разделение. Ну, что еще? В принципе, все. Хорошо. Аня? Ну, можно много всего добавить. То есть, на сегодняшний день мы уже, в принципе, понимаем, что мы конкретно изучим, что мы конкретно получим от этого предмета. Вот. Ну, поддержу мальчиков, чтобы было очень, как бы, увлекательно создавать видео в презентации. То есть, это был первый, ну, как бы, у такого-нибудь, как-нибудь девушки. Как бы было странно. То есть, я, к примеру, сидела дома, и у меня на фоне сидела младшая сестра и молчала все эти минуты, ну, как я снимала. Вот. Ну, то есть, было как бы интересно, но это как один из таких видов работы, который заполнился именно хорошо. Ну, результат он был в новой шестерах. Да, в принципе. Лена? Ну, я считаю, что за данные уроки мы научились, ну, во-первых, мы поняли, что такое процессовую методологию. Мы, в общем, да, научились снимать, правильно презентации готовить, не только с помощью Power Cloud, но и с помощью другого права на обеспечении серверов. Ну, да, попробовали себя и звукозаписи. И, как бы, я столкнулась с тем, что мне было непросто записать себя. Не с первого раза вышло, а было довольно-таки интересно. И я считаю, что на данный момент я все-таки полностью не справилась с заданием. Надо будет еще практиковать, но пока очень продолжаем. Сначала есть, Андрей. Да. Самое интересное было то, что записывать свой голос. Я три раза переписывал, это вообще, еще голос такой смешной получается на презентации. И кто-то будет самое интересное задание. Так лучше. Задим много. Боковка, когда еще заканчивается. А, да, много, да. Как вы готовились? Вы сразу начали описывать все в предприятии? Или были какие-то подготовительные шаги, подвиги с секретами? Ну, да нет, дальше. Ну, когда создавали презентацию, то есть уже какое-то понимание было. А дальше уже, кто записывал, кто импровизировал, то снова записывал, что говорили. Ну, как-то, то есть, особо трудностей, я думаю, ни у кого это нет. Карина, Ваше впечатление? Ну, у меня нравилось впечатление, в принципе, по спринтойду, то, что нет какой-то трудности, я как раньше было, я не знаю, как это делать, я боюсь, я не буду такой, считаю, что важно, когда вот этот вот барьер приозвливается. А по поводу презентации, мне, в принципе, достаточно много, так сказать, сервисов открылось новых. Ну, то есть, таки, конечно, все равно powerpoint в наших сердцах навеки. Ну, просто интересно понимать, что взгляд новый на то, что уже так привычно, настолько была задерживана. Что, ну, может быть, как-то по-другому, можно посмотреть с другой стороны. Да, на все отступать, а не только для нас. Спасибо, Валера. Ну, за все, мы все делали, как и разуме, все ее начинать разуме, ассаю, вот закончили видеоролик, который, ну, некоторым с трудом дался, конечно, наступил кучок. Вот, ну, сначала, наверное, надо было собрать информацию, ну, это как я делала. Для меня было собрать информацию, все, обдумать, и так, как потом я уже начала записывать. В этот раз я сделала вывод, что, чтобы что-то делать, нужно сначала собрать, разобраться, и только потом уже начинать все делать, записывать, и есть. Представляете? Хорошо. Ира? Ну, каждую пару мы раздавали все новое, очень интересно было. Да, презентацию, видео-презентацию мы уже прошли как этап, впереди нас ждет провести лекцию. Ну, я думаю, тоже будет интересно и не так легко, как нам кажется, но будем стараться. То есть, что нацелены на новые, на новые, на новые достижения, Женя? Ну, самым главным, я хочу отметить то, что мы учимся и учились для этого собирать и анализировать информацию. То, что у нас еще есть деблайн-задания по предприятию, мне кажется, это самая основная работа, которая показывает все наши умения в создании зата-скрин. Отлично. Лена? Мне понравились встречи с практиками, где мы могли задать вопросы какие-то, услышать ответы от людей, которые практикуют, уже занимаются этим, так сказать, на поле-поле, что ли. Вот. Это очень интересно и, надеюсь, на новые достижения. Хорошо. То есть, в целом, у вас есть уже впечатления, в целом, вы уже преодолели некоторые трудности и уже даже ставим новые цели, новые задачи, которые мы будем, исполняя их, достигать новой цели. Сегодня у нас начинается второй спринт. Второй спринт будет несколько другим. Я думала, вы будете сейчас говорить немного о том, какой был первый спринт, какие ваши впечатления, как мы построили работу, как было сначала тяжело, но потом мы привыкли, все идет уже своим очередом, все понятно. На втором спринте у нас немного разрушится это понимание, что все вот так, как было, будет продолжаться дальше. Потому что, по моим ощущениям, мы немножко устали от того темпа, который у нас был, от тех заданий, которые у нас были, мелкие, небольшие задания, которые нужно было выполнять срок и спешить и так далее. Но цель первого спринта, мне кажется, достигнута. Она должна была научить вас синхронизироваться, она должна была научить вас ставить свои задачи, достигать их, понимать, каким путем идти. Больше приучить вас к самостоятельности, к индивидуальной работе, к чувствованию сроков, пониманию того, как мы можем достичь ту или иную задачу, что нужно разбить на составляющих, потом получить свой результат. Еще один важный момент. Очень многие уже хорошо себя зарекомендовали. Вы показали свои результаты, у вас собрано целое портфолио своих работ, и каждый, наверное, присматривается, сравнивает свою работу, и может сказать, да, вот здесь кому-то удалось что-то лучшее, здесь у меня может быть какой-то лучший результат. И вы уже, в принципе, если бы вы выбирали сотрудника к себе в компанию, да, или человека, с которым бы вам хотелось дальше работать, наверное, у вас есть какие-то предпочтения, у кого-то что-то получается лучше вас, возможно, лучше вас, и вы бы могли, вероятно, пригласить такого человека в команду на выполнение какой-то работы в своей деятельности. В принципе, этом и будет посвящен второй спринт. Если первый спринт у нас был посвящен тому, что мы только делали первые шаги, мы начинали свой путь и смотрели, какая информация есть, мы пробовали предприятие, мы смотрели на процессы, мы делали и делали только первые такие вот свои исследования, то по окончанию первого спринта у вас уже есть портфолио ваших работ, и вы уже, в принципе, знаете, как применять эти знания на практике. Вы изучили большое количество разных средств представления информации, вы изучили, как с ней работать, вы изучили, для чего это нужно, я надеюсь, у вас полное понимание сложилось, для чего все это нужно, и почему это нужно именно на предприятии. Действительно, встречи с практиками помогли, наверное, немножко по-другому сделать изнутри, на то, как это происходит на реальных предприятиях. Да, вот вчерашняя встреча, кстати, на документирование процессов, как раз тоже говорит о том, какие документы действительно нужны непосредственно аналитику внутри, какие он показывает заказчику, с какими документами работает команда, и даже в вашей видеопрезентации, как результат, наверняка было создано и несколько дублей, и несколько подготовительных документов, прежде чем вы показали общий результат. Многие шуршали листочками, читали свои презентации, да, с листочками, но было понятно, что вы готовитесь. Кто-то пытался рассказать с листа, это тоже было видно, и вы, наверное, сразу поняли, что все-таки лучше готовиться к выступлениям, готовиться к выполнению какого-то задания, и предварительная подготовка очень много значит. Вы можете проанализировать свои ошибки, вы можете на основании этого пойти дальше, выполнить что-то и улучшить свои результаты. В принципе, второй спринт будет и посвящен, опять же, итерациям. Вы будете постепенно улучшать то, что у вас уже получилось. Мы много собрали информации, но, проанализировав ваши все работы, я посмотрела, что много всего и ухудшено из того, что, в принципе, могло бы быть вам полезно. Мы не очень подробно рассмотрели матрицу коммуникации, мы не построили подробное дерево процессов, классификацию процессов, не у всех она сделана очень хорошо, широко, да, то есть мы только начали идти к этому пути. Поэтому все, что мы не доделали в первом случае, мы будем исправлять дальше. И вы поймете, насколько важен был первый этап, и насколько качественное отношение к этому этапу и усилия, которые вы приложили, будут важны и скажутся на результатах, которые вы получите дальше. Потому что второй спринт посвящен как раз использованию всего того материала, который вы получили на первом спринте. Тема второго спринта структурная, ну, в целом сегодняшней лекции, да, второй спринт посвящен методологиям структурного подхода, объектно-ориентированного подхода. И начинается второй спринт с темы четвертой – структурный подход к моделированию бизнес-процессов. Спасибо. Спасибо. Спасибо.